На нашей стороне бедные Enigma 0 и 10, 3 и 8, Shadow Demon 1 и 5, Queen of Pain. Только один, кто получается у них, это Chaos Knight и тоже Foxy не так плохо, и Died Hunter неплохо совсем получается. Ну, я чувствую, вот эта игра уже прошла часть, где может, в поздную игру может пойти и наша команда выиграет, но это просто с Dark Serum, с бедрайдером, может ловить право и лево, и с такой скорость, смотри, когда он огонит, бросает с огромной скорость, просто ходит, а у него есть Haste, вот почему он так быстро двигается, я думал, да-да-да, ну бедрайдер, движение у него есть какое. Не, у него просто есть Haste. Ну, просто, да, это нехорошая игра, ребята, не знаю, как лучше сказать. Dark Serum у него огромного, хорошего фарма, у него есть бутсы, у него есть его пайп, ринг, Magic One у него очень много денег, помогают каждый командный бой. Сейчас это просто ворды, это тая команда ставит очень-очень хорошо сейчас. Ну, позитивно, может, сейчас пройдет, они поймали Кристен Мейден, значит, это хорошего одного килла. Правильно, что надо попасть назад в игру, просто начинать ловить игроков одного за одного. Ну, вот сейчас поймали бедрайдера, но я чувствую, без этого, олд хороший. Тайден остановил их, и сейчас бедрайдера поймали, но бедрайдер никак не умирает, ничего не может кому-то делать, плюс папе сейчас будет помогать той команде. И Dark Serum очень помогает сейчас стенку строить, тоже детей он задержал его. И осторожно, надо Shadow Doom не пройти, Chaos Knight не пройти вот эту стенку. Или сразу скрылись до них. Ну, это Chaos Knight бедный один, это толстой игрок, но сейчас просто Dark Serum, Batrider такая огромная, хорошая комбинация. Shadow просто не может ничего делать, это Chaos Knight, просто может убежать, если может. И, ооо, красиво, как красиво, как, блин, красиво, он бросил это, Flame Break, да, он бросил Flame Break, бросил Chaos Knight назад, не дал ему совсем убежать. Красиво, как бедрайдер играет вот этот, совсем. Пока сейчас Phantom Lantern опять просто фармит и фармит, это, линдя, не помогает его команду совсем, черт, просто фармит и фармит. Как-то все фармит и фармит без этого проблем, но никак вот этого Тауру не мог это убить. Да, ну, игра, конечно, плохая. Все счеты сначала посмотрим, 18,3 Batrider, 9,1 Dark Serer, 8,3 Wonder Runner, уже я чувствую, атомы у них начинают бывать огромные. Вот, аж секрет, релик, он пошел, значит, он скоро Radiant Set of Phantom Lancer закончит. На той стороне есть у него Force Staff, Pipe, Омек, у него есть Face Boots и Басилий, значит, Мондранер у него хороший, и есть Crystal Maiden. Я чувствую, я не понимаю, Crystal Maiden просто сейчас огромного саппорта играет, у него есть вот эти барабанщики, и просто очень много Варды покупал, значит, могла бы, наверное, уже Септер это купить. Ну, Варды очень помогают команду, чтобы знали, где твоя команда, где наша команда была в Phantom Lancer. А что Dark Serer делает сейчас? Dark Serer у него есть тоже, у него есть Mystic Staff, Travel, Pipe, у него просто есть столько сейчас, будет очень трудно его победить. И хорошая идея по нашу команду пойти их поймать, но бедные Queen of Pain и Tide первые пошли. Надо очень осторожно сыграть, и Nygma еще не мог его Black Hole, но у него для 48 секунд ничего нет. И вот, это огонь, имиджи, Ольд, это Dark Serer, и смотри, прямо совсем, это ж я не верю, это наша команда совсем пропала. Интересно, конечно, помогает эта Бэтрайда скорость, и ОООО, смотри, как красиво, Блинк Дегра у него есть. Блинковал, догнал Queen of Pain, и просто, да, все, это совсем их убил. So, pretty much, Exo, in their first scrim, I mean, I can't say, this is a practice, if anything, a little bit of a practice scrim that we're doing, absolutely getting wrecked. I think lane combos were a little bit of a misfit, and just eventually weren't able to hold the game off until late, where everybody's just got BKBs, and everybody's able to initiate properly. So, 43-16, that's almost no ability to come back, I mean, you're getting hopeful. Look at Batrider, again, with the ult, just absolutely catching, put a little Shadow Demon or Enigma, just all game long. No ability to really run away, and also, not only that, but just dropping good little fire flame breaks. Alright, no, that's, no, what's the ability, there it is, flame break, there we go. So, dropping really nice flame breaks, just pushing back, and putting, actually, our players, just like that flame break, you saw the Tidehunter just get thrown back over here. And see, there we go, Enigma tried it, and see, this is a problem, I don't understand this, why Cloud just did that, tried to use an ult, but gotta, I mean, absolutely anything that happens to Enigma, if he moves, if he gets some ability casted on him, he's gonna lose the ability to use his ult, so I don't understand that. And more, just more damage on top of damage, just one by one, Exo's getting picked off right now, Cloud ran out there, got Shackle shotted, Queen of Pain trying to help out, but now the Batrider can use the ult again, moving everybody back. Now CK's by himself, oh man, it is just absolutely vicious and brutal out here, there goes the CK, 47 to 16, 30 kill difference, can the Darkseer actually get out of there? Indeed, he does, and he's only gonna lose a little bit of health, able to regen right away. So, I mean, pretty much this is kind of a little bit of a lost cause by the team right now. Very interesting decision on the roles that they decide to put everybody in, um, definitely I feel like it's gonna turn out better probably next time. This is the first try, so. Aw, Hoodlum, I see you! Why are you gonna cry, man? Look at all George Lopez on you. Why are you crying? Why are you crying, eh? Huh? That's it? Why are you crying? 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 Dude, I did play SC2, man. Did play two hours, I mean, prior to this, I did do two hours of ladder. I did two hours of, two hours of, uh, ladder on EU, Masters, just playing macro games mainly, so. What is this, Diablo 3? Nah, it's actually a better game than Diablo 3. It's a lot better game. It's competitive. You actually have to think. You actually have to coordinate, communicate, and strategize. You know? You actually have, you're, you're right, the only thing you have, you, you don't just have to right click either, you know? Hmm. All right, so pretty much what we're doing right now, I mean, we're just, this game at the moment, we're just kind of beating a dead horse, guys. I mean, we're just kind of waiting until the towers get taken down, the racks are going to get pushed in. The biggest problem right here, it's funny, it's 48 to 16, but it's very hard for the other team to engage. They're actually not, they're not that thick of a team, they're not that, like, strong. So, in, like, an absolutely terrible engagement, they would actually fall apart, especially if it was a little bit earlier in the game. So, they're having a really hard time right now just engaging tower, but, fact is, with so much stun and everything else going on, they're able to catch a lot of the guys out of there. So, Pipe getting involved there, Crystal Maiden getting taken down, helping out, and Darkseer snags everybody, throws the image down, and there we go. Exo absolutely gets swamped right there, ults everywhere, all around. So, GG while played by the other team, I don't know their name either. And it looks like, ooh, it looks like our team wants a remake, wow. So, our team definitely, I like it, feisty, they want some of this, and it looks like DC's all around getting out of the game. And that will pretty much just do it for this game. Incredible.